Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Коротко об основных темах выпуска. 11 дворов отремонтируют в промышленном районе Самары к 1 сентября. Ход работы оценили глава администрации района и активные жители. Перемены без ущерба для зеленых насаждений парка Гагарина. В Самаре обновят площадку для картинга. Геодезия как искусство. В Самаре проходят соревнования для профессионалов WorldSkills. В Самарской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости коронавируса. Об этом заявили областные власти. За сутки в регионе зарегистрировали 36 новых случаев заболевания. Тогда как еще две недели назад эта цифра ежедневно превышала сотню. Снижение заболеваемости позволит еще больше ослабить профилактические меры. Каких сфер жизни коснутся изменения, обсудил с министрами губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. С 1 сентября в штатный режим работы вернутся отдельные стационары региона, перепрофилированные под инфекционные госпитали. В Самарской областной больнице Середавина и в Тольяттинской городской клинической больнице номер 5. Сейчас там проводится подготовка, чтобы обеспечить качественное лечение как пациентов с коронавирусом, так и пациентов с другими заболеваниями. Кроме того, с начала осени в штатный режим планируют вернуть ФМБА в Тольятти и клиники Самарского медуниверситета. В целом, работа системы здравоохранения Самарской области признанно эффективной и в сравнении с другими регионами все наши результаты несопоставимы. Был одобрен наш план по возвращению в штатный режим двух крупных больниц. С 11 августа в детских оздоровительных лагерях Самарской области начнется вторая смена. Перед приемом школьников во всех учреждениях будет вновь проведена специальная обработка, а персонал ждет инструктаж. А чтобы занять тех детей, которые не попали в пришкольные лагеря, в образовательных учреждениях вновь заработают кружки различных направлений. Необходимо занять детей, состоящих на различных видах учета, трудных подростков, некой занятостью, неурочной деятельностью. Поэтому предлагаю на период нового пребывания не открывать в этом году, но для такой категории детей организовать в образовательных учреждениях кружковую деятельность до конца августа этого года. Молодожены теперь смогут пригласить на церемонию бракосочетания больше гостей. Точно их число будет зависеть от размера зала, где будет проходить торжество. Поступают значительные обращения граждан о возможности увеличения числа присутствующих на торжественной церемонии. Просим рассмотреть возможность проведения церемонии гостарственной регистрации брака в торжественной обстановке с числом участников, исходя из площади зала. То есть из расчета один человек на четыре квадратных метра. При условии выполнения требований Роспотребнадзора смогут начать работу и кинотеатры Самарской области. Зрителями может быть заполнена только половина зала, но при этом всего в помещении могут находиться не более 50 человек. По кинотеатрам я бы считал важным учитывать те ограничения, которые сегодня действуют в муниципальных образованиях. Например, по Самаре в любом случае это не больше 50 человек. Также в отдельных муниципалитетах региона могут быть введены более строгие ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Андрей Горгуленко, Виктория Шара. События. Прививочная кампания против гриппа начнется в регионе во второй половине августа. Об этом заявил руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Николай Ренц. Он напомнил, что вакцинация является основной мерой, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания. Первая партия вакцины для детей и взрослых поступит уже в ближайшее время. В первую очередь прививки будут делать тем, кто находится в группе высокого риска заражения. Детям с шести месяцев, школьникам, студентам, беременным женщинам, гражданам старше 60 лет, призывникам и лицам с хроническими заболеваниями, а также сотрудникам медицинских и общеобразовательных учреждений, транспорта и коммунальной сферы. Современная детская площадка, заасфальтированные проезды и тротуары, дополнительные парковочные места. Таким видят свой двор жители 53-го дома по улице Фадеева. Люди сами участвовали в создании дизайн-проекта по преображению придомовой площадки. Куда нужно обратиться, чтобы и ваш двор привели в порядок, расскажет Мария Левина. Этот двор по адресу Фадеева, 53, ремонта не видел около двух десятилетий, говорит Любовь Сергеева. В ее доме около 500 жителей, и все они мечтают о комфортном и благоустроенном дворе с освещением, газоном, парковочной зоной и детским комплексом. Вот когда нет детской площадки, и детей не видно, а когда получается детская площадка, то и уже детей много. Мы провели собрание, собрали подписи, оформили документы, бегали, бегали. Ну, в общем, сдали в 2017 году в администрацию, вот в 2020 году нам делают наш, благоустраивают наш двор. Ну, очень замечательно, что благоустраивают не только наш двор, но и всю территорию. Здесь вот и здесь будут делать парковку, и за домом, что очень важно. Дворы вблизи домов номер 53, 55, 57 на улице Фадеева приводят в порядок по федеральной программе формирования комфортной городской среды. В июле сюда заехала строительная техника и начались ремонтные работы. Все обговаривалось с администрацией, с жильцами. Выходили, разговаривали, прислушивались, где-то какие-то изменения вносили. Сейчас работы в полной стадии. Парковочные места появились дополнительно благодаря желанию и инициативной группе жителей, которые выходили, просили добавить. Уже 1 сентября этот двор будет не узнать, обещают строители. Работы предстоит немало. Одних только проездов, которые нужно заасфальтировать 5000 квадратных метров. А еще нужно проложить пешеходные дорожки, установить бортовой камень. Появятся здесь и парковки, которые позволят разместить до 150 машин. И современная детская площадка. В нашем микрорайоне уже 50 лет. Даже если давным-давно построены дворы, и другие были нормы, и те качалки там, и карусельки, которые были построены, их давно уже нет в помине. Но активные жители, только они могут, подав заявку, получить отклик в виде вот такого подарка. Жители на самом деле с огромным энтузиазмом отнеслись к тому, что действительно их дворы будут благоустраиваться, что они хоть будут как-то преображаться. На сегодняшний день это очень востребованная программа. Перечень дворовых территорий, в которых жители уже проявили себя, и на будущее в том числе, он список достаточно исчерпывающий. И большим спросом пользуются, конечно. За последние два года в промышленном районе по национальному проекту «Жилье и городская среда» в порядок привели 13 дворов. В этом году в плане рекордное количество площадок – 11. Ремонт дворов в Самаре обсудили на еженедельном совещании у главы города Елены Лапушкиной. Подрядчики тоже понятны, свои обязательства исполняют. Да, со всеми встречаемся, общаемся, на месте корректируем. Правильно я поняла, что дворы, которые идут у нас по программе КГС, к 1 сентября вы тоже все успеваете. Главу города заверили, что все работы идут по графику, и к концу лета все объекты должны быть готовы. Мария Левина, Василий Колдашов, События. Мнение общественности учли. Территорию старой картинг-трассы в парке Гагарина начнут приводить в порядок в ближайшее время. Там уберут резиновые покрышки и мусор, покосят траву, обустроят зеленые газоны, также закупят вазоны и высадят многолетние цветы. Новую парковую площадку для картинга инвестор обустраивает со стороны Старозагоры. Горожан беспокоит судьба деревьев. Городские власти уверяют, если хоть одно из них погибнет, на его месте посадят пять новых. Об обязательствах и нюансах проекта рассказали на встрече с общественниками. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Новость о том, что на территории парка Гагарина появится новая картинг-трасса, сначала общественность встретила настороженно. Жители близлежащих домов в первую очередь опасались, не пострадают ли деревья. Эта тема неоднократно обсуждалась и ранее. Очередная встреча неравнодушных горожан с представителями профильного департамента Мао-парки Самары инвесторам расставила все точки над «и». Людям представили проект будущей площадки, а также рассказали о планах по благоустройству старой трассы. Первоначальный проект инвестора предполагал спил около трех десятков деревьев. Мэрия выступила категорически против ликвидации такого количества зеленых насаждений. В итоге спилили лишь два дерева, взамен завезут саженцы. В конце прошлой недели строители устранили допущенные нарушения при асфальтировании. Сделали нормативные отступы от деревьев. Я по-прежнему считаю, что надо было идти к деревьям, посмотреть, потому что деревья хоть и окопали, там осталась и щебенка, и следы асфальта. Это тоже небезопасно для корней. Инвестор, который занимается строительством картинга на новом месте, заявляет, с уборкой строительного мусора справится за пару дней. Зеленые насаждения в безопасности. И обещает, что если хоть одно дерево погибнет, посадит несколько новых. Если выяснится, что какие-то деревья из-за нас погибнут, то у нас есть гарантийное письмо уже сейчас по компенсационному озеленению, что мы высадим пять деревьев. Если выяснится, что что-то происходит с деревьями не так, то мы и эти деревья заменим. Старую трассу, использование которой невозможно из-за соседства СЛЭП, ликвидируют. Никаких аттракционов там не будет. Общественников заверили, что вместо резиновых покрышек на прежнем месте появятся многолетние растения и газоны. Были предложения и беспокойства, а будет ли она облагораживаться. Вот сегодня из руководства муниципального предприятия в парке мы в процессе беседы сказали, ребята, дайте нам предложения ваши, мы готовы их обсудить. Ту территорию, конечно, надо как-то ее облагораживать. Одно из планов развития – сделать там просто пешеходную зону для людей. То есть мы соединим, можем соединить, планировали, вернее, соединить асфальтовыми дорожками с существующим асфальтом. Это будет простая прогулочная зона. В дальнейшем жителями все это продолжат обсуждать. Должны быть не только соблюдены все нормативы в части благоустройства, но и учтены интересы посетителей. Место бывшей картинг-трасс для тех, кто любит отдыхать спокойно. На противоположной стороне парка – зона для любителей активного времяпрепровождения. Людмила Косарева живет неподалеку. Раньше водила в парк Гагарина внука на картинг. Здесь он постигал базовые азы вождения. Теперь женщина с нетерпением ждет открытия новой площадки. Обязательно приду сюда. И не с одним внуком. Просто подруги мои, друзья. Мы на самом деле и любим место, и любим организатора прежде всего. Организация, которая вкладывает средства в инвестпроект, работает с 2002 года. Картинг-трасса в парке Гагарина – это и аттракцион, и картинг-школа. 2013 год отметился в ее истории победой в городском конкурсе социально значимых проектов. Дети из социально незащищенных семей занимались здесь бесплатно. Сейчас строительство картинг-трассы в парке Гагарина продолжается. В ближайшее время подрядчик вывезет с территории мусор. После того, как новую площадку ведут в эксплуатацию, специалисты проведут замеры уровня шума. Картинг не откроют до тех пор, пока не убедятся, что жители близлежащих домов не побеспокоят рокот гоночных машин. Предварительный расчет шумовой нагрузки показал, что мешать жителям она не будет. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром, а рост туризм подсчитывает убытки из-за пандемии и закрытых границ. Об этих и других темах в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Сегодня о них расскажу я, Мария Левина. Доллар снова вырос и достиг отметки в 74,16 рубля. При этом значение европейской валюты упало до 87,23 рубля. Баррель нефти марки Brent стоит 43,26 доллара. Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром. Переговоры по противоречиям начались в апреле, но прийти к компромиссу странам так и не удалось. Недопонимания начались после отмены льготных налоговых ставок для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета. Впоследствии ощущают те россияне, которые имеют в собственности недвижимость на Кипре и сдают ее в аренду. Теперь она будет облагаться налогами дважды. Около 500 миллиардов рублей на такую сумму Ростуризм оценил убытки от закрытия границ для иностранцев. Напомню, по итогам прошлого года туризм привлек в казну порядка 11 миллиардов долларов, что, к слову, сопоставимо с доходами от экспорта вооружения, драгоценного металла и леса. В этом году цифры будут гораздо скромнее, говорят в Ростуризме. Наверстать потери регионам позволят электронные визы для 53 стран, которые начнут действовать с начала следующего года. Аэрофлот выпустит дополнительные акции. Такое предложение обсудят уже завтра, 5 августа, на собрании Совета директоров. Таким образом, компания рассчитывает увеличить уставной капитал. Это были все новости экономики. Берегите свои деньги. Они стоят у истоков любого строительства. В Самарской области прошли соревнования конкурсантов в компетенции геодезии для участия в финале WorldSkills Russia. Главная цель конкурса – популяризация престижа рабочих профессий и совершенствование профессиональной подготовки. С участниками, которые представили Самару на окружном этапе, познакомилась мэрия Елчан. Алексей Антонов уже 4 года учится на геодезиста. Говорит, к соревнованиям WorldSkills готовился основательно. Смотрел обучающие видео, изучал свойства новых приборов, с которыми пришлось работать на отборочном этапе. От 63-го региона по компетенции геодезии участвует одна команда. Ребята проектировали на компьютере строительную сетку в специальной программе. Затем по проекту с помощью электронного тахеометра выполняли топографическую съемку. В общем, где-то за час 40 мы закончили, потом делали обработку, скидывали. Мы немного дольше делали из-за дождя, из-за ветра шаталась вешка, а там ее держать нужно по уровню. Все это время через веб-камеры за участниками наблюдали члены жюри. В связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести отборочные соревнования в новом дистанционно-очном формате с применением онлайн-технологий. Они уже имеют опыт в этом отношении, они долго тренировались. Для них мы подобрали специально самую новейшую технику для геодезической съемки. На сегодняшний день, по сути дела, наш колледж является в этом отношении самым оснащенным. Более тысячи участников будут состязаться в профессиональном мастерстве по 27 компетенциям. Развитие профессиональных конкурсов – одна из задач нас проекта образования. Самарская область на этапе отборочных туров будет представлена в 18 компетенциях – основной возрастной группы и еще в четырех, где на площадке выйдут школьники. Соревнования продлятся до 20 августа в 83 субъектах России. Конкурсанты, показавшие лучшие результаты, получат право на участие в финале национального чемпионата, который также пройдет в дистанционно-очном формате в период с 6 по 21 сентября 2020 года. Мэри Илчан, Николай Епифанов, События. А теперь коротко о других темах дня. С начала сезона в Самарской области клещи покусали более 6 тысяч человек. Каждый третий – ребенок. За минувшую неделю с укусами клещей к врачам обратились 55 человек. Из них 26 пострадавших – дети. С начала сезона было выявлено два случая клещевого боррелиоза. Чаще всего членистоногие нападали на территории загородных объектов и в дикой природе. Реже всего они встречаются в парках. Менее 2% случаев от общей статистики. Урганы опеки в Самарской области забрали у жительницы Тольятти двоих детей после того, как она оставила младшего сына одного в подъезде, пока сама выпивала. Трехлетний ребенок несколько часов провел в мокрой и грязной коляске, после чего в ситуацию вмешались соседи. Они неоднократно ставили ответственных лиц в известность о том, что семья неблагополучна. Но меры были приняты только после последнего инцидента. Снимок солнечного ГАЛО опубликовали пользователи социальных сетей. Сообщается, что он был сделан в понедельник 3 августа в поселке Прибрежный Самарской области. ГАЛО – это целая группа атмосферных явлений, которые характеризуются образованием вторичного свечения вокруг источника света. ГАЛО имеет форму круга, кольца или дуги. Чаще всего ГАЛО появляется вокруг Луны или Солнца. Но сделать снимок ГАЛО удается далеко не каждому. Это связано с яркостью небесного явления. В Самаре пройдет ежегодный спортивный праздник – День физкультурника. Обычно его проводили на набережной, но в этом году локация поменяется. Физкультурников примет последняя миля возле стадиона «Самара-арена». К тому, у жителей и гостей города будет возможность познакомиться с различными программами оздоровления и поддержки активного образа жизни. Праздник состоится уже в конце этой недели. Наследие 20 века. В областном художественном музее открылась новая выставка. Она посвящена грядущему 170-летию Самарской губернии. В мраморном зале представили работы русских и советских художников из коллекции меценатов. Легендарные полотна одной из первых увидела Мэри Елча. Картины родоначальника русского авангарда Аристарха Лентулова и полотна ведущих отечественных мастеров живописи. В мраморном зале представили работы советских и русских художников из коллекции Владимира Аветисяна и Владимира Некрасова. Эти картины были подарены меценатами Самарии еще в 2014 году. Планировалось, что работы станут частью экспозиции общественного городского музея, который так и не был создан. Все эти годы уникальные полотна хранились в запасниках. Теперь они пополнили фонды Самарского художественного музея. Всегда хочется, чтобы твой подарок выставлял удовольствие тем, кому ты этот подарок делаешь. Поэтому сегодня, я считаю, для меня день выдающийся, большой праздник, чтобы все можете эти работы увидеть в этом замечательном зале. Это не первый подарок Самаре. В 2012 году меценаты подарили музею работы Петра Кончаловского и Анатолия Зверева. Теперь коллекция художественного пополнилась еще на 22 экспоната. Выставочную программу посвятили 170-летию Самарской губернии. Крупнейшие выставки, федеральные выставки проходят без наших полотен. И теперь вот это собрание явно будет участвовать в больших, может быть, международных даже проектах. Экспозицию наследия 20 века, дар из частных коллекций, можно будет увидеть в художественном музее до 6 сентября. Мэр Елчан, Николай Епифанов, События. В Самаре одним муралом станет больше. Рисунок появится на стене дома 317 по Новосадовой по согласованию с жителями. Раскрашивать стену будет победитель регионального этапа конкурса «Форум арт». На какую тему должен быть конкурсный рисунок и какие художники уже отправили свои эскизы, расскажет Андрей Горгуленко. Два мурала в благодарность врачам Самарской области, которые появились в Самаре и Тольятти в этом году, принадлежат авторству Семена Маверского и Оксаны Гладковой. Это не первая их совместная работа. Они вместе рисовали в Самаре игроков сборной России по футболу, в Сургуте – пилотов, которые посадили самолет на кукурузном поле, и в Туле – Льва Толстого. Теперь, благодаря конкурсу «Форум арт» у них появилась возможность создать еще один. Семен отправил сразу два рисунка. На одном изображены медработники, держащие в руках сосуд с фауной и человеком, а на втором изображена пара, которая целуется через медицинские маски. Хотелось нести немного чего-то романтического во всю эту историю с пандемией, как-то разбавить, показать, что у людей еще есть надежда, есть любовь, дружба и прочее. Оксана же в своей заявке отразила эпоху после болезни. На ее рисунке ребенок дышит чистыми легкими, а маски и перчатки висят в стороне. В моем эскизе я постаралась изобразить период, скажем так, пусковидный период, когда болезнь отступит от нас. И этот период, я думаю, сопровождается тем, что люди смогут спокойно вздохнуть без страха в полной грудью. Сами эскизы художники пока не показали, ждут результатов конкурса. Но, признаются, если кто-то из них выиграет, то переносить рисунок на стену будут вместе. Кому предстоит запечатлеть рисунок на стене, решат члены жюри регионального этапа конкурса «Форум арт». Сейчас продолжается сбор заявок. Он продлится до 7 августа. Художники, как профессионалы, так и любители, могут представить эскиз будущего мурала, посвященный медикам и волонтерам, работающим во время пандемии коронавируса, либо адаптации общества к новым условиям. Рисунок победителя нанесут на стену дома номер 317 Паново-Садовой по согласованию с жителями. Все это пережили, это было сложно для всех. И сейчас хочется как-то из этого уже начинать выходить. Но историю никуда не денешь, это останется в истории, поэтому все равно это важно запечатлеть. Муралы сделают во всех 14 регионах ПФО. После того, как рисунки появятся на стенах, жюри выберет лучшие работы, авторы которых получат до 100 тысяч рублей на реализацию своего творческого потенциала и создания новых проектов. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Побывать в живописных уголках Самарской области и насладиться традиционными волжскими блюдами смогут туристы уже в ближайшее время. В регионе запустили проект «Открытая Самара». По поручению губернатора Дмитрия Азарова сейчас разрабатывается госпрограмма развития сферы туризма и гостеприимства в Самарской области на 20-25 годы. Областные власти рассчитывают, что отрасль туризма станет драйвером развития экономики региона. В постпандемийный период. Какие программы предлагают путешественникам, узнала Лариса Шалафаст. Отдых на любой вкус. В проекте «Открытая Самара» есть несколько направлений. Одно из них – культурные выходные. Любители истории смогут познакомиться с уникальными объектами города, побывать в бункере Сталина и в усадьбе Алексея Толстого. Для тех, кто предпочитает проводить отдых у воды – тур де пляж. За два дня гости смогут протестировать пляжи города-курорта, отправиться в теплоходную прогулку по Волге и заглянуть в Ширяево. Туристический сезон, который в этом году открылся все-таки позднее обычного, я думаю, что этим проектом он откроется во всей красе. И действительно, проект «Открытая Самара» станет тем зонтичным проектом, который объединит в себе немало программ, которые в настоящее время предлагаются нашими туроператорами. Мы сможем сделать Самару привлекательным не только в летний период, а в любое время года, потому что я думаю, что проект «Вкусный едем», проект «Шик модерн», проект «Поезд на пленэр» – они не зависят от сезона. Ну и, конечно же, в проекте есть брендовый маршрут «Жигулевские выходные», который был высоко оценен профессиональным туристическим сообществом. Еще одно перспективное туристическое направление – «Поезд на пленэр». Это тур для художников и фотографов. Путешественники смогут насладиться прекрасной природой, запечатлеть пейзажи на холсте или сделать серию красочных фотографий. В программе курса «Вкусно едем» туристов ждет волжское меню. Самара действительно вкусно, интересная. Насколько много интересных идей, блюд, насколько действительно много интересного вот этого самого самарского. И очень хочется, чтобы наши гости действительно все это попробовали и удивились. Первый тур проекта «Открытая Самара» пройдет уже на этой неделе. 8 августа в город прибудет поезд с туристами, участниками проектов «Поезд на пленэр» и «Тур де пляж». Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на официальные страницы телеканала «Самара Гиз» в соцсетях и на наш телеграм-канал. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»